напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали что это за приспособление советских времен а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в некоторых регионах советского союза могло быть ну очень холодно настолько холодно что никакие перчатки и варежки бы не спасли специально для людей живущих в таких регионах делались вот такие химические грелки для рук внутри металлического корпуса тлела специальная угольная палочка устройство носимое в кармане позволяло быстро согреть ладони и пальцы одной палочки хватало минимум на 7 часов что это за техническое устройство из ссср когда речь заходит о готовке мяса на гриле то все вспоминают застолье на заднем дворе классического американского дома в пригороде в действительности на гриле готовили в ссср многие соотечественники в 1970 1980 года имели в своем распоряжении вот такой компактный электрогриль что это за чудо техники советской инженерной мысли советские модницы уже наверное вспомнили а многие догадались что на фото фен кудесник переносной с насадками этот фен был практически единственным феном в ссср но всех модниц того времени он устраивал к сожалению сушить густые волосы и можно было очень долго мощность была слабенькая как называлась это советское приспособление которое ложили на дно кастрюли молоко ловушка это одно из приспособлений которая выручала от домашнего стихийного бедствия убежавшего молока круглую металлическую плашку клали на дно кастрюли ее стука дно предупреждал хозяйка о том что молоко поднялось и его пора снимать с плиты такими приспособлениями до сих пор пользуются некоторые граждане старшего поколения что в ссср делали с помощью такой синей лампы это чудо прибор для лечения простуды смысл затемнения стекла в синий цвет был в том чтобы люди не навредили своим глазам пока пытаются лечить гайморит но если лампу слишком близко подносили к лицу появлялся нежелательный загар что мерили таким советским чудо прибором экспонометр ленинград это высокочувствительный прибор для измерения малых яркости и освещенности имеет два предела измерений по яркости один по освещенности клавишное переключение для точного наведения экспонометра на измеряемый участок объекта имеется зеркальный видоискатель с объективом что это за предмет из советского прошлого выглядит жутковато но на самом деле эта коробка едва ли не самая полезная вещь на любой кухне а именно хлебница кстати хранился хлеб в них намного лучше чем в большинстве современных контейнеров все потому что в советских хлебницах еще делали стенки разраничители для хранения разных сортов мучной продукции для изготовления чего использовали эти соты лепка пельмени объединяла всю семью за одним столом а для ускорения лепки пельмени использовали специальные металлические похожие на соты приспособления на них клали раскатанный лист теста в дырочки закладывали фарш накрывали еще одним листом и прокатывали скалкой что это за предмет советской эпохи это железный велосипедный звонок который работал по принципу ударного колокольчика который приводился в действие рычажным механизмом звук велозвонка был звонким и приятным практически все велосипеды советского производства оснащались таким велозвонком что это за устройство с ручным рычажным запуском миксеры или как их называли в советские времена сбивалки ручные были механические с ручным рычажным приводом зато они были погружены вроде современных блендеров что позволяло не оставлять брызги в процессе взбивания какое правильное применение этого советского устройства это не руль от велосипеда и не крышка от фильтра пылесоса на самом деле это достаточно тривиальная яблокорезка позволяющая расчленить вкуснейший фрукт на более-менее равные дольки достаточно было положить устройство на яблоко и хорошенько нажать самое главное в том что яблокорезка также позволяла вырезать сердцевину с косточками что в советские времена в 70-х годах делали на этом приборе в домашних условиях фотоувеличитель юность это оптика механический прибор предназначенный для получения увеличенных черно-белых фотографий с негативной фотопленки 35 миллиметров устройство создает действительное увеличенное изображение негатива на фотобумаге при помощи искусственного источника света лампы мощностью до 60 ватт в ссср производились и другие марки фотоувеличителей такие как искра юность дон ленинград таврия и другие что это за приспособление времен ссср изображенная на фото это специальная ложка которая всегда висела в хлебобулочных магазинах для проверки мягкости хлеба и булок каждый покупатель мог с помощью данной ложки легко проверить свежесть хлеба не притрагиваясь к нему руками как называлась эта электронная советская игра в 1988 году на советском рынке появилась электронная игра береговая охрана это было устройство размером примерно 30 на 30 сантиметров и толщиной 4 сантиметра на игровом поле напротив было 10 кораблей которые нужно было расстреливать при помощи ручки управления стоила такая игра не дешево целых 30 рублей что это за устройство советского производства с 1974 года на рижском заводе полупроводниковых приборов было начато серийное производство ионизатора воздуха рига устройство было предназначено для коррекции ионного режима в жилых или служебных помещениях после включения ионизатор начинал жужжать а воздух в комнате наполнялся ароматом дождя прибор был очень популярен и стоил 10 рублей 50 копеек что это за советский еж это щетка для чистки ковров еж которая выпускалась кировским электромашиностроительным производственным объединением компактное устройство собирала мусор на коврах в специальный отсек такого помощника хозяйки можно было купить за 6 рублей что за предмет советского производства на фото на фото изображен настоящий прорыв советской бытовой техники автоматическая стиральная машинка эврика 1970 года выпуска в ней был реализован отжим и автоматический слив воды что это за советское изобретение а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это очень популярный в ссср агрегат электрошашлычница буквально за 15-20 минут она готовила шашлык который был не хуже приготовленного на природе уникальность ее заключается в применении керамических нагревательных элементов благодаря которым очень быстро прожаривается мясо шашлык получается сочный и поджаристый 6 вращающихся шампуров с чашами для стекания жира и защитный кожух обеспечивают равномерное обжаривание шашлыка со всех сторон удобство ее заключается в том что она достаточно компактно не требует особого ухода или специальных навыков что в советские времена называли косолетка косолетка это алюминиевый контейнер для блюд используется на борту различных транспортных средств в основном самолетов для подачи обедов высокая теплопроводность алюминия позволяет быстро разогреть пищу в электродуховых шкафах по технологическим требованиям к горячим обедам при организации авиапитания пищу в косолетках сначала замораживают а затем на борту самолета разогревают бортпроводники в электродуховых шкафах а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за советское устройство в данном ролике и для чего его использовали а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа. Что это за устройство и для чего оно? Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.